Корабень твоя посылочка, ты теперь блатная у нас. Ура! Хочу, чтобы ни о чем не просили, я уж как-нибудь сам своими силами. Так, а вот и пришла наша вот такая вот люкс-ван магнитова. Не в этот автомобиль, конечно же, это магнитова у нас Ford Fiesta. Сейчас мы с вами быстренько побежимся по комплектации, что у нас внутри. Давайте начнем с самого такого интересного. У нас будет новая такая вот панель. Вот таким вот образом она выглядит. Так, вот закрываются воздуховоды, я уже посмотрел. То есть, в бок и вниз. Вот так вот открыты. Ну, как хоп, и воздуховоды закрылись. То есть, даже вниз не обязательно, просто в бок до упора. Воздуховоды перекрывают самих себя. Так, это у нас основная рамка. Так, давайте идем далее. Далее у нас идет рамка задник. Вот это получается за панелью. Вот тут опять у нас нету этих вот клипс. То есть, их опять брать из набора, из нашего, то есть, со снятой магнитолы. Ну и, так, направляющие воздуховоды вот такие вот. Здесь крепить по ходу через винтики. Да, интересные винтики в комплекте или нет? Питание для магнитолы нашей TI. Вот такой вот основной кабель питания. Раз. Такой вот. Двас. У нас тут хайворд получается. Ага. Сломана часть. Ну ничего, она не влияет. Мы ее так уберем вообще. Так, далее у нас здесь провод. Так, микро-USB. Это, кажется, у нас вообще-то должен быть USB, но у меня в комплектации его вообще нет. Так, это у нас радио. Так, далее у нас идет вот такой вот комплект с проводкой для камеры. Такая вот камера. Тейс. Тиайс. Так, винтики. Ташвинтики. Так, это основной комплект с проводом. У нас здесь, получается, QE. Сейчас, секунду, извиняюсь. Так, у нас здесь RCH-шные. Это CVB. Это у нас Wi-Fi антенна, Bluetooth антенна под камеру. Это у нас... Так, два USB, если у нас как бы USB не было штатного. Так, а это у нас еще одну USB. А, это USB, наверное, получается, да, DVR-ных ключов. Так, здесь у нас GPS. Здесь у нас антенна 4G. В принципе, по проводке с этим основным мелочам у нас все. Переходим давайте к самой магнитоле и просто давайте ее посмотрим. Так, магнитол у нас подставляется вот такой вот коробочке. Вот так вот она выглядит. Премиум CAN Infotainment System Luxe One. Здесь у нас с этой стороны ничего. Design by TES. TES. Тут у нас комплектация. То есть TES Luxe One 2432. Я уже привык, что 232. Это у нас все под пленочек. То есть не сверху потом. Так, тут у нас ничего, в принципе, интересного. И тут у нас произведено. Ну и всякие такие информационные подписи. Давайте открываем с вами коробочку. Так, я еще кверху или конца не открыл. Открываем вместе с вами. Так, здесь у нас больше ничего нет. Здесь у нас какие-то бумажки всякие. Сейчас посмотрим. Ну и сама магнитола. Здесь у нас даже вот так вот как-то интересно проклеено. Так, вытаскиваем. Раз. Вытаскиваем саму магнитолу. Так, и здесь у нас, как я понимаю, да, больше в коробочке у нас ничего нет. Магнитола у нас выглядит вот таким вот образом. Сейчас мы ее распакуем и сравним с обычной 9 дюймовкой. Так, как мы с вами видим, вот таким вот образом выглядит наша магнитола. А это вот такая вот 9 дюймовка. Посмотрите, разницу просто. Конечно, тут рамки тоже большие будут, но разница велика. То есть если мы вот сюда поставим, будет это выглядеть вот таким вот образом. Сзади у нас по разъемам сразу стоит вентилятор. Ну понятно, что за эту сумму он обязан быть на обычные пины. В принципе, что у нас штатно. Так, здесь у нас по бумажкам давайте с вами провяжемся тоже. И прием установки. Как всегда, фирменный тряпчик TI. Подключение войс. Это e-book. Руководство пользователя. То есть подсоединение каждого нашего проводочка. Как он должен быть и за что отвечать. В принципе, то же самое, как и во всех TI. Так, друзья, так как пришла магнитола, давайте с вами сначала разберем нашу старую магнитолу. Для того, чтобы сразу поставить пробую. И она нам в этом не мешала. Так, собственно, что у нас получается. Снимаем козырек, снимаем, откручиваем. Два винта тут, два винта тут. Тут снимаем вот эту часть, которая кармашек наш. И дергаем вот таким вот образом все на себя. И все у нас выходит хорошо и аккуратно. В чем смысл у нас? Так как магнитола какая-то там TI Lux One жене купил. Вот у нас получается вот эта вот часть нам совершенно не нужна. То есть там такая же серебристая панель, но выглядит она совершенно по-другому. И воздуховоды выглядят там по-другому. Ну, через несколько минут увидите все. Давайте пробовать устанавливать далее. Так, друзья, мы с вами видели, точнее я вам уже показал, как выглядит сама магнитола. Поэтому сейчас сначала мы подключаем всю проводку. Всю полностью проводку, которая у нас есть. Для того, чтобы потом просто ко всему к этому подкинуть магнитолу. Ну и начинаем просто с самого простого. Раз, защелкиваем. У нас вот такой переходничок получается. Этот переходничок получается. Ставится вот в этот переходничок. Так, далее у нас здесь. Здесь, здесь, здесь. Это надо разрезать. Сейчас мы разорвем его. Так. Так, тут у нас получается вот эта часть, так вот этой части. Я уже делаю, так сказать, по памяти все. Так, только эту надо, наверное, просунуть снизу. Хотя, теперь, наверное, это не шибко важно. Давайте все-таки просунем поднизу. Как должно быть, я думаю, поправильно. Так, это все у нас магнитоле идет. Так, да, это все у нас магнитоле. Части вот они три. Так, далее. Здесь у нас. Так, это у нас тоже магнитоле. Так, у нас ставится радио. Радио, радио, радио. Давайте найдем с вами провод для радио. Вот такой вот переходничок есть. Он не подходит. Идем далее. Далее у нас есть. И так, это сюда. Вот так. Наверное, думаю, так. Так, это вот сюда. Наше радио. Вот такая вот маленькая штучка есть. Я думаю, это как раз вот отсюда. Все, это правильно. То есть, вот эти вот части все подключаем к магнитоле. Это у нас аварийка, как я понимаю, правильно? Давайте посмотрим. Подключим. Да, это у нас кнопки аварийки. Давайте, кстати, их проверим. И вообще посмотрим, как будет смотреться наша магнитола. Магнитола. Так, все. Ну-ка, оставили. Кнопки у нас синие. Да, в этом действительно исправляем. Работает. В принципе, я вам скажу, выглядит неплохо. Конечно, магнитола сама идеальная. Я полазил в ней, посмотрел на Fluency. Магнитола просто, так скажем, топ. Так, теперь давайте возьмем магнитолу саму. И поставим ее. Будем приставлять ее к нашей рамке. Так, ну а по поводу магнитола, как всегда, есть тут такой вот косяк. То есть, у нас тут есть пазы и в магнитоле есть пазы. То есть, мы должны магнитолу защелкнуть в эти места. Но у нас бежает, как вы видите, вентилятор. То есть, здесь надо вырезать такой вот прямоугольник. И антенну 4G тоже делать отверстие. Ну, делаем TIS, TIS. Так, прошел где-то час еще. Выклеил я вот эту часть. Просверлил отверстие. Профрезеровал тоже для 4G антенки. И поставил вот такие вот воздуховоды. Воздуховоды обклеил такой вот штучкой, чтобы они там не гремели. Ну и пробуем дальше установить. Так как мы смотрим, сейчас покажу вам. Все. Это будем ставить вот таким вот образом. Снизу подсоединяется вот эта красная часть. Вот таким вот образом все ставится. То есть, провода мы должны сейчас закинуть все вот сюда. То есть, все провода мы кидаем через верх. Не через низ, а через верх. Протягиваем сейчас провода для камеры и прочего, прочего, прочего. И собираем все это магнитолу. Вот таким вот образом у нас все выглядит. Конечно, еще пальцами все заляпано уже. Но выглядит все вот так вот. Смотрится довольно привлекательно, я вам скажу. Ну, здесь вот, кстати, можно менять машинки автомобиля. Смысл в чем? Работает интересно. Сама магнитола интересная. Кнопочки у нас настраиваются не по коншине, а просто через приложение настройки наших кнопок. Тяжело, кстати, еще привыкнуть то, что как такового меню это на отдельной кнопке. Как бы тыкаешь сюда, а тут выскакивает вот такое вот дополнительное окно. Вот. Обучение кнопок у нас проходит через вот эту вот вещь. То есть, вот таким вот образом все обучается. И остальные настройки давайте смотреть в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok